Привет, это iXBT.com, программа iXBT Live, и сегодня я заменяю Андрея Бурховецкого, и я расскажу вам об очередном девайсе, на этот раз компании Thermaltake. Вообще она больше известна своими корпусами, блоками питания, системами охлаждения, в общем, всем таким, что нужно для сборки компьютера. Но на самом деле они выпускают и игровую периферию, правда для этого у них есть отдельный бренд, называется TTE Sports. Но вот эта мышка, именно Thermaltake, называется она Level 20, а называется так просто, потому что компании в этом году исполняется 20 лет, поэтому Level 20. Давайте разбираться. Сейчас, когда мы снимаем это видео, мышка еще не продается, и нам до сих пор не сказали, сколько она будет стоить, так что смотреть будем на девайс сам по себе. В комплекте, кроме мышки, есть тканевый чехол-мешочек, инструкции и пара наклеек с логотипом Thermaltake. Мышка симметричная, подходит и для правшей, и для левшей, но по умолчанию настроена на праворукий режим. Форма ближе к классической, горб не очень высокий, 38 мм. Кому-то она может показаться слишком плоской, но в целом, по-моему, универсальные размеры. Масса ровно 100 грамм, и она не настраивается грузиками. Корпус пластиковый, немного шероховатый сверху, и текстурированный в сетку по бокам. Подключение только проводное, но кабель длинный, 180 см. С сенсором здесь выступает топовый PixArt PMW 3389. Максимальная чувствительность у него 16000 CPI, но этот показатель на самом деле не главное. Главное, что сенсор корректно работает при скорости до 450 дюймов в секунду и ускорении до 50G. И это точно выше способности руки человек, то есть мышка отработает вообще любое движение геймера. Кнопок здесь навалом. Кроме двух основных, есть кнопка переключения CPI сверху, рядом с ней колесо, которое тоже нажимается, и по бокам еще по две клавиши. Они выступают, их легко нащупать, но к расположению нужно привыкнуть. Поначалу их часто случайно нажимаешь, просто держа мышку. Колесо тоже выступает над поверхностью, и у него глубокие поперечные канавки, то есть его легко нащупать, и под пальцем оно не проскальзывает. Оно не совсем бесшумное, но щелчки мягкие и почти незаметные. Все эти кнопки, кроме основной левой, можно переназначить в приложении TT iTake. Кроме простой рокировки, можно повесить на кнопки сочетания клавиш, например, хаткеи для копирования и вставки, команды на запуск или закрытие программ, и, конечно же, макросы. Для чувствительности можно задать до четырех режимов, причем в каждом можно отдельно настраивать чувствительность по горизонтали и по вертикали. Ну и, конечно, подсветка. Здесь есть несколько отдельных зон. Логотип, колесо и каждая из боковых полосок. Они могут работать вместе или по отдельности, гореть статично или переливаться просто так, или под музыку. И еще есть один утилитарный режим, когда цвет подсветки зависит от температуры процессора. Все это настраивается все в том же приложении TT iTake. Что в итоге? Главное в этой мышке — это топовый сенсор, характеристики которого полностью прикрывают человеческие возможности. Все кнопки настраиваются, в том числе на макросы, настраивается подсветка с несколькими независимыми зонами. В общем, лишь бы было время настроить все это под себя. При этом мышка совершенно универсальная. Она подходит и для игры, и для работы. Внешность у нее не слишком вызывающая. Никто в F-Cost не посмотрит. Подходит и для правшей, и для левшей. Не слишком тяжелая, не слишком легкая. В общем, похожа на золотую середину. Единственная, как мне кажется, претензия, которая может возникнуть к этой мышке у настоящих геймеров, это то, что у нее всего лишь одна кнопка переключения DPI. То есть нельзя быстро вернуться на предыдущее значение. В остальном и красиво, и функционально, но, повторюсь, мы не знаем пока, сколько она будет стоить. Но, в общем, для юбилейного продукта, по-моему, неплохо. Редактор субтитров А.Семкин